Из-под UTA выбивают землю из-под UTA выбивают землю компания может выйти из UTG и аэропорта Сургута. Газета коммерсант номер 80 от 14 мая 2019 года, строение 7, UTA может продать свои доли в хендлинговой UTG и аэропорту Сургута. По информации твердый знак, на этом настаивают кредиторы, которым перевозчик не платит с конца прошлого года. Интерес к UTG уже проявили структуры совладельца Внукова Виталия Ванцева. Аналитики оценивают долю UTG в 750-850 млн. рублей, в аэропорту в 800-850 млн. рублей, но, отмечают эксперты, продажа активов может быть оспорена в случае банкротства авиакомпании. По данным источников твердый знак, UTG может продать долю в хендлинговой компании. UTG И в аэропорту Сургута. Собеседники твердый знак на рынке авиаперевозок отмечают, что в. UTG Не в восторге от этой идеи, но на сделках настаивают кредиторы. Вырученные средства пойдут на погашение части долга перед банками. UTG в декабре 2018 года допустила дефолт по синдицированному кредиту на 15,4 млрд. рублей и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд. рублей. Следующая дата выплаты процентов – 20 июня. За оба актива компания может выручить около 3 млрд. рублей, считают собеседники твердый знак в отрасли. В Сбербанке от комментариев отказались, в других банках-кредиторах не ответили твердый знак. В. UTG Не исключили продажу непрофильных активов. Вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания на псовета и менеджмента. UTG Сказали в авиакомпании, не уточнив конкретные активы и суммы. Как? UTG Попросил владельцев облигаций смягчить условия их погашения. UTG Выполняет наземное линейное обслуживание самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Пулково. В 2017 году компания получила 578,5 млн. рублей прибыли при выручке 4,75 млрд. рублей по данным. КАДОТКОДАДРУ УТЕ Владеет 50% за ОУТГ. Остальные 50% принадлежат АО «ГЛОНАС Менеджмент» компании, собственники, Дмитрий Тизин, Дмитрий Груненков и Михаил Морозов. Источники «Твердый знак» на рынке считают наиболее вероятными претендентами на покупку UTG. Структура Виталия Ванцева, совладельца аэропорта Внуково, где, в частности, работает UTG. По данным «Твердый знак», переговоры в начальной стадии структуры господина Ванцева направили в UTG. Оферту о приобретении 50% UTG. В аэропорту Внуково не ответили на вопросы «Твердый знак». В УАУ аэропорт Сургут у UTG доля в 56%, до этого уровня она ее увеличила в феврале 2018 года, приобретя 48% оператора за 718,6 миллиона рублей. По данным видом мастей, у Сургут нефтегаза. В 2017 году аэропорт получил 63,6 миллиона рублей прибыли при выручке 3,6 миллиарда рублей. В 2018 году аэропорт обслужил 1,76 миллиона пассажиров, что на 2% больше показателя 2017 года. За первый квартал пассажиропоток вырос еще на 3,8%, до 372,8 тысячи пассажиров. 20% аэропорта принадлежит холдингу аэропорта регионов, входит в Ренову Виктора Виксельберга. Претендентами на долю UTG могут быть аэропорты регионов и новаопорт Романа Троценко, считает собеседник «Твердый знак». Почему UTG улетела в убыток гендиректор? Александр Ланецкий считает, что продажа доли в UTG может быть осуществлена за 2-3 месяца. По его словам, рентабельность хендлинговых компаний значительно выше, чем у авиаперевозчиков. Средняя рентабельность авиаперевозчика в России составляет 2-3%. Хендлинговой компании – 10-20%, говорит он. Управляющий партнер экспертной группы Вейта. Илья Жарский отмечает, что главный актив UTG – лицензии на работу в аэропортах и контракты. Компания стоит тем дороже, чем больше у нее долгосрочных контрактов и лицензий. Второй по важности фактор – финансовые показатели, говорит эксперт. По его оценке, стоимость 50%. UTG – не превышает 750-850 миллионов рублей. Доля ВОО «Аэропорт Сургут» может стоить 800-850 миллионов рублей. Партнер Садби Антон Красников полагает, что существует риск последующего оспаривания сделок. Законодательного запрета на предложение должнику совершить сделку нет. Решение о совершении сделки принимает он сам. Но при принятии решения руководству перевозчика следует учитывать риск неблагоприятных последствий в виде поданного кредиторами заявления о банкротстве. Фактически кредиторы только указывают способ получения средств для расчетов по обязательствам, говорит юрист. Сделки могут быть оспорены в рамках дела о банкротстве как совершенной с целью причинения имущественного ущерба кредиторам. Вероятность успешного оспаривания будет зависеть от рыночности цены и личности покупателя, поясняет юрист. Например, продажа на организованных торгах может существенно снизить этот риск. Герман Костринский Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова